Здравствуй, я Алик из Саратова с братом Рафиком. Немножко на рынку овощи и фрукты торгуем. Сегодня, правда, сложно было. Снег пошел, весь город встал. Саратов наш, вот. Я все знаю, все понимаю, любые вещи разбираюсь. Каждую из них вмикаю. Жена Есетерин, розочка моя белая, тоже все хочет знать. Этери, что ты меня спросил последний раз? Алик, Алик, что там башкирии? Происходит столкновение местных жителей Самурасов. Что это? Why me? Не шуми, не шуми. Я тебе сейчас говорю, а то дошумишься ты у меня, э. Тихо будь, сейчас все объясню я. Да, действительно, вот Башкортостан, есть такая республика, Башкирия, да, еще называется, в составе нашей Российской Федерации. Там есть один парень, его зовут Фаиль Алсинов, такой, 86-го года рождения, очень деятельный парнишка такой, экоактивист, вот. Он защищал в свое время это Шихан Куштау, это такая гора древняя, от древнего моря оставшаяся, известняк, чтобы ее не тронули, чтобы ее не разработали, чтобы ее не срыли. А еще он защищал, вот там горный хребет, тоже есть особенный в Башкирии, в поселке Ишмуразино, тоже, чтобы там разработка не было, чтобы там это ископаемое не добывали. Ну, против он этого был, но имеет право быть против, вот. И там он сказал речь на башкирском языке, вот, и говорил о том, что Башкирия наш дом, вот. Может быть, у других людей есть какие-то другие дома, у других национальностей, а нам ехать некуда, мы только здесь живем. И вот эту речь посчитали его экстремистской доноской, он написал не кто-нибудь, а сам глава республики Радий Хабиров. Ну, для наших властей любой человек, который негодный, он тут же превращается в экстремиста. Ну, конечно же, после этого внесли в список экстремистов и террористов Росфин Мониторинг, вот. И его схватили, и судили, и сегодня его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Фаиля Алсинова. Я свою вину не признаю, всегда боролся за справедливость, за свой народ, за свою республику. Вот, но жители поселка Баймак, да, вот их 17 тысяч человек населения, они с этим не согласились. И они пришли к суду по почетам различным, там 10 тысяч человек были, то есть в поселке 17 тысяч живет, а 10 тысяч пришли к суду. Там эти росгвардейцы выставили ограждение, такой заслон, чтобы не подпустить их к суду, но люди пришли, им отключили этот сервис, и всякие мессенджеры отключили. И из этого телеграм-канала удалили их протестные тоже каналы, ну все, вот это выкинули, но они все равно сплотились и пришли. И вот тогда уже начались, да, такие неприятные вещи вот с росгвардейцами, с правоохранителями, это жители снег в них начали кидать, а те светошумовые гранаты и дубинки пустили в ход, и светошумовый газ. Догоняй! Кидай, не кидай! Иди, не кидай! я не понимаю политику хабирова вот который сейчас народ приехал поддержать мне я не знаю что будет дальше вот реально не знаю я не хочу конечно мы этого не хотели но всем огромное спасибо приехал поддержать эх башкири дорогие что же вы делаете в столь суровое время когда россияне наше благословенное под предводительством великого геополитика национального лидера владимир владимировича будина противостоит всему блоку нато этому бездуховному тлетворному образование под главенством им этой америки чертовой которая никак не загнется загибается загибается вот и вы вздумали вот это бузите когда эти боевые комары из биолаборатории американских пытаются нас атаковать когда эти гуси чертовые стежи биолаборатории на нас нападают когда на нас наступают гендерно нейтральные туалеты мы должны сплотиться быть вместе бороться со всеми этими напастями этого запада проклятого сплотиться вокруг нашего национального лидера владимира владимировича путина а вы вот такие вещи делаете с омоновцами разгвардейцами бусите там возле суда нехорошо дорогие башкири очень нехорошо поэтому пожалуйста расходитесь по домам